Совсем недавно наша съемочная группа выезжала по сигналу жителей на улицу Возрождения. В дом номер 30 снимали затопленные канализации подвал. И вновь выезд на эту же улицу, но уже к жильцам 29-го дома. Ситуация та же, однако в более сильной мере. Канализация, затопив подвал, вытекает из-под дома во всех местах, где может найти выход. Зловонные ручьи и лужи повсюду стекают на объездную дорогу, занимая все большую территорию. Очень жаль, что телевидение не передает тот запах, который в нашем подъезде. Это запах, вонь застоявшейся бани. Если зайти туда, ну, я просто говорю пока про подъезд, уж не говоря про подвал, что там происходит. Это, знаете, можно сравнить с пьесой Горького на дне, вот с Клаакой, которая там описана. И вот в такой ситуации мы живем, мы находимся. Ну, скорее всего, объясняют нам все это неисправностью колодцев. Но это значит, изначально было что-то сделано неправильно, трубы, уклон, еще что-то, что постоянно нас затопляет. Мы постоянно находимся в такой ситуации. Проходит дождь, нас затопило. Где-то засорился колодец с трех домов возрождения, которые вот здесь течет в наш подъезд, в наш подвал. И вот все вот это мы должны переносить, живя. Причем платим исправно весь подъезд. Да не только наши, остальные тоже. Там такая же ситуация. Платим исправно. Куда идут наши деньги, я не знаю. Надо отметить, что жители пишут в самые разные инстанции, начиная с 2004 года. Тогда уже постепенно начало затапливать подвальное помещение. Конечно же, на письма реагировали, водооткачивали, колодцы, прочищали. Но за это время так называемый дом швейников, построенный в городе одним из последних в 90-м году прошлого века, начал постепенно разрушаться. Об этом свидетельствуют трещины в подъездах, провалы около фундамента. Но такой ситуации, как с весны этого года, с канализацией не было никогда. Жители пишут во все организации, надеясь, что их услышат. С марта месяца у нас произошла сильная авария. Затопило весь подвал. И кроме того, значит, стали истоки, вытекать не только из подвала через порог, но прямо из-под дома, как и сейчас. Мы обращались и в водосеть, и в аварийку, в службу спасения 112. Они что-то сделали. Вот там, около линии, засорены были все колодцы, приезжали. Откуда машина была, мы не знаем, мы что-то там сделали. Но не до конца, видимо, сделала. Остались кольца, остались трубы после того. И все, и они пропали. Вот. Затем у нас вода как бы ушла из подвала. Но не успели прийти в себя, началось новое подтопление. То есть опять все засорилось, и все сначала. Вот. И в то время, значит, все равно они как-то это устранили. Это продержалось все до июня месяца. В июне месяце опять сильная авария, и все затопило. Колодцы нам не чистят. И вот это все стоит в подвале. Трубы водяные все, они затоплены канализацией. Горячий водохолод. В общем, все трубы плавают там. И вот так мы живем. Мы позвонили директору управляющей компании, обслуживающей этот дом, Нине Семеряковой, которая пояснила, что всему виной забитые колодцы, которые необходимо прочищать. А этим должна заниматься организация «Объединенные коммунальные системы». Ну, на протяжении длительного времени действительно причиной подтопления подвального помещения является то, что стоит дворовая канализация. Как раз у Возрождения 29. Мы туда выезжали, и прокуратура там была. Вопрос, я надеюсь, решится в ближайшее время водосечью. Ну, вот на сегодняшний день вода вот выходит за предел. Вот как-то откачать ее, возможно, нет? Ну, а куда ее качать, если только на улицу? Мы же канализационные стоки качаем куда? В канализацию. Следовательно, пока канализация дворовая, она не пробита. Качать-то мы куда вот эти стоки будем? На улицу? Так это, опять же, у нас какая-нибудь природоохранная прокуратура может. Честно, это надо вопросы решать и своды сетью в первую очередь, потому что ситуация такая не только на 29-м доме. Следующий звонок в организацию – объединенные коммунальные системы. Главный инженер Александр Царев прокомментировал создавшуюся ситуацию, обещав к концу дня четверга найти стороннюю бригаду и прочистить засор. Засор на третье восстание, там канализация, если там бригада одна освободится, попытаемся ее прочистить. Эту канализацию. А так, там требуется капитальный ремонт канализации, который проходит вдоль железной дороги. Сейчас оформляется ордер производства там земляных работ, потому что там много кабелей проходит железной дороги. Глубина там большая и плывун. Как бы вот решается, как бы обдумываются технические варианты, как это все сделать. Потому что мы делали по весне. Стенки укрепляли там тесом, трубами. Это все прямо плывун смывал. Успели вот там кусок трубы заменить. Так-то там из керамических труб канализации-то, возможно, еще рядом провал образовался. Но сегодня попытаемся прочистить. Также главный инженер добавил, что во многом виноваты жители, которые бросают в унитазы все подряд. Все происходит из-за тряпок, тряпки, даже вот эти щетки металлические кидают, которые посуду скребут. Чего только не достаем. Вот причина засоров все везде. Везде достаем тряпки. Ведрами достаем тряпки. Как будто вот люди специально кидают. Складывается такое ощущение. Вот как вот была вот эта интерьерина Ивановская. Мне кажется, вот сейчас засоров стало больше, чем было до этого. Как будто вот люди бодрее стали кидать эти тряпки в канализацию. Хоть она для этого не предназначена. Понимаете, это везде и у всех такой ответ, что виноваты жители, что затапливают. Но если бы был нормальный уклон сделан изначально в трубах, если бы не засорялись вот эти колодцы и их чистили как надо, чистка вот эта каждый раз и потом переполнение и заполнение – это ничто. Это ничто.